Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. И поскольку про озимый лук возникает очень много вопросов, иногда дискуссии целые происходят на различных форумах, группах, в моих в том числе, мнение огородников на эту тему тоже, я думаю, полезно будет послушать зрителям моего канала. Как выращивать озимый лук, рассказывает замечательный огородник Людмила. Ирина спрашивает, что значит озимый лук? Людмила. Это сорта лука, которые специально сажают под зиму. Они хорошо переносят пониженные температуры, быстро начинают наращивать перо весной, очень рано формируют луковицы и готовы к уборке уже в первой половине июля. Это у меня был сорт Шекспир и сейчас купила сорт Радар. Наталья. Говорят, что крупный сивок под зиму посаженный в стрелку пойдет, правда? Людмила отвечает. Нет, это не правда. Это относится к старым сортам, которые мы раньше знали. Вот они при определенной температуре шли в стрелку, а сейчас все больше новые гибриды и они в стрелку не идут, ну если 1-2. Тем более те, что специально сажаются под зиму. У меня в этом году была всего 1 стрелка, а лук без снежной зимы перемерз неоднократно. Наталья. Я опять купила Штутгартен. Он под зиму идет любого размера? Людмила. Да, можно любого. Я тоже купила и его немного, но не очень крупного, а средненького. Конечно, лук помельче выгоднее покупать, зато крупный надежнее. Людмила продолжает. Перебрать лук перед посадкой надо обязательно и подсушить на солнышке. Почему перебрать? Потому что когда будешь сажать, то одинакового размера надо сажать в одну строчку, а тот, что помельче, немного отдельно в другую. Наталья. Уже перебрали. Думаю, вместе с морковкой посадить. Раиса. Сажаю под зиму морковь, свеклу, редис, зеленые. Отлично все всходит и растет. Сажайте, не сомневайтесь. Наталья. А какие особенности посадки под зиму корнеплодов? Раиса. Отвечает. Как правило, на пакетике указано, какие сорта можно сажать под зиму. Свеклу сажаю в египетскую, цилиндру, бордо. Морковь витаминную, нанскую. Редис любой. Всегда отличные корнеплоды получаются. А уж зеленые все, что душе угодно. Руколу, укроп, кинза, салаты и так далее. Раиса. Отвечаю я. Я сажал недавно под зиму обычный сорт. Не помню точно. Вырос отменный. А на другой сезон почти весь вымерз, несмотря на мульчу из хвои. Мороз почти без снега, при минус 50 его доконали. Но хочу попробовать специальные сорта, если найду, конечно. Такие морозы даже для нашей местности редки. А что в стрелку часть уходит, не беда. Его просто расходую в первую очередь, да и все. Особенно хорошо себя проявляет азимый лук крепко по сравнению с яровым в жаркое лето. Пока яровой справляется с неблагоприятной жарой. Азимый лучок использует влагу после схода снега и быстро набирает силу. Луковки завязываются крепкие и крупные. Хранятся они потом тоже отлично. А если азимый лук после посадки хорошо засыпать мульчой, я применяю сосновую хвою, надо в нашей местности на 10 сантиметров минимум. То и морозы зимой ему, как правило, вреда большого не нанесут. Но, к сожалению, такое все равно иногда происходит. Так что, я думаю, стоит каждому огороднику, особенно если не очень холодные зимы в вашей местности, попробовать посадить азимый лучок. Если он хорошо перезимует, то урожай должен быть очень хороший. И в конце пожелаю всем огородникам выращивать лучок и азимый, и яровой, получать хорошее урожае. Всем всего самого доброго. До свидания.